Привет, друзья! Как я вам обещал раньше, еще на открытии, приехал я на одни из своих любимых карьеров. Это так называемые дачные у меня, это дальний карьер, Петраковка. Вы уже смотрели те, кто мои фильмы, знакомы немножко с этим местом отчасти. Я тут пробовал уже в сентябре с чучелами охотиться. Вот, сейчас у меня сегодня день такой, я первый раз сюда приехал, вот в этом сезоне. День такой будет, больше разведка. Посмотреть, позвонил я тут соседу, товарищу, вот, говорит, что воды очень мало. То есть, ну, тут торфкарьера на них, как бы, ну, такой август у нас был засушливый, поэтому вода опустилась. Вот, сейчас посмотрим, как на лодке можно будет, нельзя пройти. Потому что, вот вы видели эти фильмы, тут место такое, как бы, карта охотничья, сама сложная, много коряжника. И еще не факт, что я туда на лодке вообще пролезу. Посмотрим, куда я там буду, буду ли я куда-то заглубляться или нет. Все будет уже зависеть от обстановки на водоеме. Вот, погода такая сегодня рваная была. С утра такой дождь накрапывал. Вчера вообще грозы такие сильные были. Прям обильно воды выпало, дождя. Вот, сегодня такая рваная. То накрапывает, то просветы. А сейчас вот вроде даже как-то начало так распогаживаться. Вот, такие синие просветы, дождик не капает. Ну, в общем, хорошо, такой легкий ветерок есть небольшой. Вот, я термуха одел, а, в принципе, вот сейчас на солнце жарко даже. Температура была 18 вот днем, еще часа 2 назад. А сейчас уже поднялась до 20 градусов. Сейчас время у нас с вами без 10.4 вечера. Без 10.4. Это будет такая вечерка. Но я, как вы знаете, всегда люблю пораньше приехать, изучить, посмотреть. Где-то там разведку провести, куда мне на вечерку садиться. И в том числе, может быть, ну, подниму так подниму. Нет, так нет. Посмотрим вообще по утке, по наличию. Ну, мужики все жалуются. Вот, кого я не звонил, друзьям, так, охотникам тоже, коллегам. В общем-то, говорят, скудно очень по дичи у нас в Московской области. Нет, ребята, есть у меня друзья тоже, вот, позвонил. Они там в районе Шатуры были, в Шатурском районе. Там, говорят, ну так, поинтересней. Ну, все равно у нас как бы вот с уткой, да, последние годы не очень, прямо-таки скажем. Поэтому каждый добытый трофей там хоть одна, это уже радость для охотника. Я не люблю загадывать, друзья. Все покажет уже на водоеме. Ну, все, поплыли. Я готов. Лодка надута, ружье готово. Все, сейчас зарядимся. Выплыл на воду, сядем, зарядимся. И дальше, и уже оттуда буду вам показывать. Ни пуха. Так, ну что, плыву я по канальчику, поэтому, кто смотрел фильмы, вот, где я с Петраковки снимал, тот помнит, что вот сейчас вот прямо плывем. Там дальше будет такой закуток налево загибаться и выход на такую, как бы, открытую лужу, большую. Ну, назвать это озером нельзя. Это, конечно, вообще не сравнить там, как с открытием было. Тут все по-другому. Вот. И дальше опять этот канал. Вот там такие лужи начинаются поменьше. Именно торфяные. Да, зарос он тут по берегам. Я прям веслами цепляю. И весь он в рязке, друзья. То есть он весь цветет, этот канальчик. Поэтому я и говорю, я всегда пораньше вот выплываю перед вечеркой, чтобы понять, как что. Я вот, вот эта рязка, это, конечно, все замечательно, но я боюсь тут коряжник. Это вообще такое, очень, такие коряжистые торфяники. Такс, ага, вот. Вот, открывается вот этот вот канал прямо. Он идет вообще в тупик, он тупиковый. Сейчас вот, кстати, я ружье туда, да, сейчас я прицел включу, коллиматор включу на всякий случай. Бывает вот так вот она. Прямо неожиданно, раз, откуда-нибудь. А, и веслами я с одной цепляю. Да, воды, воды мало, воды мало. Ну, в сентябре я тоже тогда приезжал, тоже воды было мало. Ага, а тут, ну, как обычно, тут на воде уже такой ветер. Ничего страшного. Слушайте, а вообще, в принципе, нормально воды, ничего такого нет. Вот этот канал прямой, вот он идет к тем косам, а может, а можно и вообще туда сплавать будет. Но, я сколько раз не замечал, вот она оттуда идет вся, и делает круг, и вот здесь она заходит, вот здесь она разворачивается. То есть, вот если захватить вот эту косу, то будешь прям, вот я буду стоять, как бы, да, и смотреть и туда, и, может быть, и назад. То есть, она здесь пролетает. И можно вот туда, вот она там тоже. Вот потом она такой круг делает, либо большой вот туда же заходит, либо вообще по-маленькому вот тут идет. Ну, это, конечно, как угадаешь, это все. Так, ну вот. Вот интересно все-таки, что там с теми, с той косой, где я года два, что ли, наверное, или три назад уже, я уж не помню. Тогда одни из первых фильмов я уже начал, как бы, снимать, пробовать. Вот, такие пробные были, вот на открытии я там стоял, не знаю, посмотрим, может быть, давайте. О, слушайте, а там вроде какие-то всплески, и такой кряк утиный. Какие-то... Во-во-во-во-во-во-во-во-во. Ну, вам, наверное, может, и не слышно в микрофон. Сейчас, откуда-то оттуда, слушайте, крякает, блин. Надей-ка я и тоже крякну. Ух ты, отвечает. Слушайте, тут утка сидит, обалдеть. Давайте по-тихому попробуем. Во-во-во-во-во-во-во-во-во. Очень жалко, что течение сюда, а не туда. Где-то здесь они. А вон она плывёт. Вон она плывёт. Ну, ребята, это вообще, конечно. Скажите, не спортивно опять, ну. Вон они все пошли, ё-моё. Офигеть. Одна есть. Одна есть, ребят. Вот они прям недалеко сидят. Вот ещё выплыло, обалдеть. А чё же они? Обалдеть. Чё-то как-то у меня рожьё, что-то низит, я не пойму. Да-ка-то я тут, ребят, сейчас на охочу. Прям заплывает вообще. Ни хрена не бояться. А вон ещё летят, обалдеть. Вон они пошли. Я вам говорил, здесь утки традиционно много, слушайте. Ну, две мне пока достаточно. А чё же они не боятся-то вообще? Эти вон на круг пошли. Главное, я, слушайте, я четыре выстрела, нет, три, наверное, да, у меня три осталось. Три выстрела усадил в неё. Вон, вон, идти на круг пошли. Вон они. Там сколько? Раз, два, три, четыре, пять. Штук десять, наверное. Может, больше я отсюда уже не вижу. Вон, вон, стая летит. Вон, 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 вон. Много, много. Вон они. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Одиннадцать. Один штук. Вон они так и не садятся. Да, вот они кругами здесь будут. Я вам говорил, они сюда заходят. Слушайте, офигеть вообще. Вот это вечерка. Вот это вечерка. Кстати, насчёт спортивности с воды. Хорошо мне тут сказал. О, крикаш, ну-ка, давай-ка, давай-ка. О, нифига себе. Какая хорошенькая. Обалдеть. Хороша, хороша уточка. Не, по голове попал и в грудь. Очень странно, что она сразу у меня не откинулась. Да, это я тут две утки. Так, это мелочь какая-то. Это эти пастушки, что ли, да. Ребят, ну это вообще. Прям главное. Ну она на манок выплывала. Я подманил чуть-чуть. Да, насчёт спортивности хотел вот сказать. Один у меня подписчик написал правильно. Говорит, в охоте, говорит, никогда не было и нет. Нет и не было понятия спортивности. Дичь добыта сейчас разрешённым способом. С подхода. На лодке, вот на такой, без транца, без двигателя. С ружьём расщеплённым. Плавать можно. Охотиться можно. Считайте, это как охота с подходом. Да, тут вот прям я за дно цепляю. Ничего, сейчас я продерусь. Хорошо, что коряжника нет особо. С воды? Не, ну сами виноваты. Я-то что, ребят, моё дело? Да, да, вот это хороша прямо. Хороша красавица. Вот, смотрите, вообще обалдеть. Куда-то по голове попал, видимо, да. По голове. Слушайте, красота какая. Я вообще обалдеть. Прям такая хорошая, хорошая прям. Вообще красота. Непонятно, что с ними творится. Как они тут сидят, никого не боятся. Да, немножко, ну как, вот, скажем, спортивно. Ну, конечно, немножко как-то так вот в душе. Ну, есть такое чувство, чуть-чуть коробище, что она сама далась. Но с другой стороны далась ведь. А там-то что творилось на открытии. Там она вся какая-то изначально была запуганная. То есть она вообще не подпускала. Уж так вот подойти, это вообще ноль. Дохлый номер, что называется. А здесь, ну, ты просто покрякал. Они мне тут отвечают. Вот тут они сидели. Вот, прям, видно. Такие следы плавали. Они мне отвечают. Это выплывает. Я ее бью. И вторая прям на канал выплывает. Обалдеть. Только что-то я говорю, у меня странно. Я три. Вроде недалеко так было. Усадил три выстрела. Интересно, куда они там. Я вот хочу попробовать пролезть там. Посмотреть, что стой косой. И новичок. Ну, да можно запросто туда вставать. Так, ну, ладно. Я сейчас вообще, слушайте, вообще красота, друзья. Просто с воды. Вот мне Илюха тоже, я у Илюхи еще спрашивал. Мы там сидели, когда на лагере, на базе. Я у него спросил, как ты относишься вот к выстрелам с воды. Ну, говорит, с подхода. Без того, что она взлетает. Стрелять по воде. А он мне тоже грамотно так сказал, говорит. А я, говорит, вообще не понимаю, говорит, этот самый. Если охотник, допустим, да, добился того, что утка его подпускает на расстояние выстрела, там, поражения. И ее добычи, то это как бы вообще заслуга охотника. То есть попробовать так к утке подплывить. Я просто не знаю, ребята, если бы это было еще вот открытие, да, какое-нибудь, я бы еще понял, что она какая-то менее шуганная. А вот так вот, не знаю, что с ней случилось. Я говорю, какая-то вообще странная утка. Но у меня везет. Вот вы заметили, в прошлом году тоже эти две сидели на вагонитке, тоже просто вообще сидят в жопу ко мне. Не знаю, может, у меня шапка-невидимка, что ли. Сейчас я выплыву, да, дальше посмотрю, может быть. Да, вон она, по-моему, вон эта коса, такая более открытая. Ну, как раз сюда вот, сюда где-то я, вот сейчас вот где-то километр плыть. Вот, сюда побольше плыть, чем вот как мы с Люхой на открытии были, на ту косу, где мы с ним стояли. И потом он второй день, ну и на вечерке. Вот туда ближе, сюда подальше. Ну, я поэтому и пораньше убываю. Видите, какая-то тут утка бывает. Это неинтересно. Да, каждый год вот, ну, рыба. Каждый год так вот наблюдаю, приезжаю, наблюдаю, как меняется картинка, вот карты охотничьей. Вот это все заросло, этого не было. Вот, поросли такая, ну, я не знаю, как это называется, типа кувшинника какого-то, вот. Болото, все, болото тут превращается, а канал вот этот, он как был открытым, так есть. Он вон туда, аж вообще к лесу тянется, там километр, ну, километров 5-6, в общем, это протяженность здесь. Вот, я плыву тут где-то километр 200, я смотрел, даже потом специально замерял, километр 200 до этой вот косы, где я на открытии был. Вот, нашел я ее. Тут она левее, тут ивник этот, комары любимые наши. Ну, в общем, да, тут было вот открыто, и сюда, в принципе, она, когда если падала, то... Тут было видно. Сейчас зайдем, посмотрим, что за этой косой, там тоже, ну, мне кажется, там примерно то же самое. Да, а здесь прям, да, здесь такая же, все так же осталось, вот это вот идет, сеть таких... Ну, тут тоже такой канальчик идет, и вот это вот... Как он называется-то правильно? Асока, асока, наверное, все-таки, не кувшинник, а асока. Ну, ладно, сейчас я... Здесь вообще хорошо, может, мне туда до середины доплыть? Нет, в принципе, смотрите, я по наблюдениям, как бы, да, вот, как сравнивать с сентябрем, наверное, лучше с сентябрем сравнивать. Там тоже так вот было, дождей мало было, в принципе, здесь, ну, вполне нормально воды. Ага, вот тут тоже я смотрю, такое прямо охотничье, утоптанное. Да, 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 только вот здесь стоять, вот мне интересно, а куда, вот, ну, допустим, туда она упадет без... Ну, если они с собакой, то ладно, а так-то без собаки. Так вот, в принципе, если сравнивать с сентябрем, нет воды здесь. Не меньше. Тогда было даже, по-моему, меньше. Я там продирался, я помню, вообще очень осторожно. Здесь вот иду пока, не цепляю ничего. Веслами где-то периодически зацепляется. Зацепляется. Здесь вот что плохо, вот если... Так, если я туда встаю, это я сюда в камыши, да, стреляю. Это совсем нехорошо. Я знаю, что вот эти каналы, они глубокие, бывает метров до пяти даже доходят. А здесь вот это вот все... Ну, это вот такая вот карта, ребят. Это такая карта. Если шлёпнется, будет, конечно, тяжко её тут выцеплять, продираться через вот эти вот заросли на лодке. Ну, а что делать с другой стороны? Тем более будет потемно. Не знаю, не знаю. Сомнительно, конечно, сомнительно. Вот два края, да, можно на крае. А можно и сюда куда-нибудь действительно выплатить, вылезти. Ну, посмотрим. О, вон там утка поднялась. Вон стая, кстати, поднялась. Ну-ка. А вообще утка ли это поднялась? Ну, что-то поднялась, да. Причём там же и осела. Поднялись чуть-чуть, перелетели и осели. Ну, там они сидят, кстати. Ну-ка, давайте крякнем туда, поприветствуем. Что-то она там где-то осела, вот в той местности. Ух ты! Ух ты ж! Ну-ка, стойко, попробуем. Вот здесь прям сидела, обалдеть. Ну, им хорошо-то-то не видно. Я так уже, конечно, выстрелил. Ушла хорошо. Ну, это хоть ушла, а та-то вообще сидела. Вот они так неожиданно, да, взлетают. Не успеваешь, ружьё, не успеваешь не вложиться, не скинуться. Ничего. Это прям такая настороженная сидела и поднялась правильно, заранее. Если бружьё бы, я говорю, было бы, приросло бы к плечу, то да. Я сейчас попробую доплыть вот до этого гнилого вот этого дерева, сушняка. Попробуй туда влезть где-нибудь. Во, вот здесь вот. Не, ну здесь можно, конечно, можно попробовать сюда продраться. Ух ты! Утка низом вон пошла. И туда вон куда-то села. Ну-ка. Да, вон она там. Ну-ка, сейчас мне. А я говорю, сидят, сидят они. Вот тут сидят. Вон на той луже, куда-то она туда, под кусточки села. Может, там какой-то проход есть, не знаю. А в теньке, а этот самый, не в теньке, а на солнышке греются. Ну, это прям, вот это правильная нутка. Это она прям сразу далеко заметила. И, ну, это не взлетело, а низом так, низом. О-о-о. О-о, вон они там сидят, сидят, сидят. Вон, 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 целая стая там. Ну, там дерутся они, что ли. Вон, 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 вон. Вся утка сидит, обалдеть. Ну, вот она здесь традиционно сидит. Тут какой-то закуток такой интересный. Ну-ка, ну-ка. Сюда, сюда она зашла куда-то. А, тут, наверное, проход вот в ту сторону. Да, вот оно что. Хотя, слушайте, вот тут место хорошее. Есть тут твердое. Да, вот он проход. Да-да, хитрое. Вот она сюда и зашла. Слушайте, Вова, вот здесь вообще отлично. Вот, вот она поплыла сюда. Да, ребят, ну вот, в принципе. Ага, буду знать. Здесь такой прокой. Кстати, можно было его тут запросто проплыть. А тут вот такой был мостик, я смотрю. Вот, смотрите, остров мостика. Да-да, наверное, здесь я и вылезу. И вообще все. И тут как бы хорошо. Сюда видно, туда не знаю пока. Да-да, мосточек такой тут. Нормально. Вот тут даже заход. Нет, тут как раз охотники. Охотники тут сидят. Вон гильза. Опять же стреляли. А эта утка. Да, здесь вот этот канал, он так же и проходит. Ох ты, тут прям столик у них, обалдеть. Слушайте, да тут вообще у них красота. Вон, лавочка, столик. Не знал о таком. Молодцы мужики. Здесь такое оно. Место это считается таким блатным. Так, вон, сейчас я вылезу. Сейчас я вылезу. Так, вот они мои две вечерние лодочные. Так, ружье. Что-то застрял. Что-то там. Так. Стоять. Сейчас могу немножко сюда вот так. Опа. Не падать. О. Так, чтобы ее у нас с вами не снесло никуда. Вот, друзья, вот тут вот так вот. Здесь вот так вот. Хорошо, кстати. И сюда видно, и сюда видно. И прям, и прям лавка такая. Вообще садишься. Рюкзак даже не надо. То я всегда с этим стульчиком. Мне тут вообще красота. Выбрался я на берег. Оказывается, здесь прямо-таки вообще красота. Есть лавочка. Ну, скорее-то не лавочка, а на столик. Я все-таки потом пониже, чуток пересяду. Здесь такой хороший тростник. Закрывает ивник вот этот. Вот, сейчас я вам попозже покажу еще поподробнее это место. Справа такой вот кувшинник. И слева тоже за спиной. То есть утка вот сидит тут вообще, недалеко крякает. Вот, в этом порослях. Вот, в этом порослях. Вообще красота. Приехал, никого нет. Ну, может, к вечеру еще охотники, конечно, появятся. Сейчас время без пяти-шесть. Солнце так уже начинает потихоньку туда, на запад клониться. Пока, естественно, не летает. Вот, те две добытых, это вообще, я считаю, ну, это просто, это опять же рулетка. Это уникальный случай. У меня такое бывает, вы же видели. Вплывешь на лодке, никому не мешаешь, сидят. Эти выплывают. В общем, вот тут перелетели, чуть-чуть там где-то осили, сидят, там крякает. Даже такой этот у нее призывной такой. Ну, сейчас ей тоже так же. О, пожалуйста. Крикаш селезень сидит. И утка там тоже. О, о. О, о. О, о. О. это уже можно с чучелами запросто садиться и все красота вот в общем тут такое место я смотрю но оно такое у нас считается вообще здесь блатным что называется тут частенько бывает на открытие прям ну последние года я вот да я тут всего на открытие был то всего раза два от силы давно и как бы последние года вообще в путевках пишут везде кроме значит вот этих карьеров то есть сюда приезжает администрация там всякие шишки а нам ну простым охотникам сюда нельзя именно вот два дня на открытие суббота воскресенье потом можно ну дескать тут на открытие утки полно ну и сейчас тут много по сравнению с с тем местом где мы с Илюхой были да тут уже такие ставите ну вы видели летали и эти сидят и тут сидят нет тут такое оно традиционно здесь всегда утином считалось оно из года в год тут потому что ей тут и спрятаться езди и такое оно труднопроходимое все я уже сижу сейчас я чайку попью как по традиции у нас с вами заведено и будем ждать пока вот эти сейчас выплывут куда-то она не перекрекиваются там вообще ну просто красота прям даже говорить громко такая прям все замерло тишина такой вот бывает прям сейчас сейчас без пяти семь сейчас вот будет такой вот период перед сам перед закатом когда вот прям стихает и ветер стих сейчас вот такой прям момент как раз истинной в 我того виду что все нечисток как раз истинной в тишине он она пошла высоковато идет нет это далековато и высоковато ладно пусть идет одиночка но это подальше пошло но ничего ничего залетала хорошо все я сейчас так уже а вон там там стая такая летает я уж так патроны буду экономить это не как открытие тут надо уже такой выверенный вон вон поднялись 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 пошли низом низом пошли да не вон они да не нет такой выстрел конечно он они две пошли да да красота сейчас может может развернуться может еще развернуться да прям низко так раз и вот здесь прямо прошли обалдеть не ну такой выстрел дробь не успевает раскрыться это я так уже ухты шары воздушные пошли а здесь этот аэроклуб недалеко пока шарин дуны снимал красиво две прошли прям рядом тут вот она вот она есть не ну это это вроде хорошего это хороша пойти пока светло что ли за ней сразу слазить потом не караулить нет нет вот она пожалуйста вот она классика уже до выплыву наверно сразу потому что потом сейчас стене так вот туда вода в эти кустики ну тут хотя бы нет тут хотя пройти можно да тут надо стрелять он закрякали закрякали тут не надо далеко стрелять вот так она сюда падает нормально я ее видел все ну это чистое должно быть ну это чистое должно быть не подрана это чисто битая должна куда-то сюда она вроде шлепнулась где-то тут да вон она лежит классическая утка чисто битая ребята вот это уже в моем духе а то ну чё это такое да вон они поднялись кстати я говорю сейчас я их тут подниму и пусть нечего там высижу вот она красавица еще одна вот это охота это уже охота вот вот такая ничего хороша хороша удочка красота какая так а это да это вроде кряковой ну они такие они крупные а вы с этого что ли пришли а я вообще тут приплыл да конечно то все ряской поросло так физический труд в основном не знаю прошлый год это бывает да у меня такое редко но бывает все же прошлый год вообще туман такой стоял на метр ничего не видно и очень слабо она летала и прям на выводках еще сидит она не вторая кладка и вот сейчас крупунцы есть нет рука да добрый девочка есть конечно конечно я известно вас зовут вас зовут Вячеслав Сергеевич я председатель а очень приятно будем знакомы меня юрий зовут ух ты не 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 тут вы не я стрелять да не 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 волнуйтесь вы стреляйте гильза сейчас отлетит куда не я так вообще одиночка я люблю один вот приплыть заранее где то еще там ну часа в четыре может поподнимать поснимать вот эту всю красоту вот отдыхаешь вон идет но она далеко она срисовывает срисовывает она вас сигареты ну это как обычно срисовывает нет я сейчас уйду я я пойду на этот на торт куда встану а она ладно ничего ничего ну сейчас вот как раз пойдете да я уже она сейчас будет да она не она вообще где то семи начала летать не некоторые высоко идут прям высоко недосягаемо а эти прям бывает здесь хорошо проходит а а а это на открытии один какой барахло ничего бинель а ягдаш ягдаш а у меня вот этот такой рюкзак стульчик тут все бинокль да вот это вот это она так и выглядит я сюда не доплывал ни разу вот хорошо буду знать да тут столик такой вот этот помостик а мосток был да а так я вот и думал как они всегда сюда пролезали вот это вот самое мое когда когда ни хрена не видишь где упала и без собаки к чертовой бабушке не ну вот этих двух это конечно я сейчас это если бы я с вами не болтал я бы наверное и бы и взял бы ну да ладно мне куда я чё я в принципе норму выполняю да вам вам тоже не пуха рад всего знакомиться счастливо спасибо спасибо ну сейчас друзья получилось так что пока плавал значит за уткой председатель общества вот хороший мужик такой пообщались подошел сюда говорит а я говорю а тут занято он говорит а я вижу пришел говорит на разведку проверить вообще что здесь как перед выходными вот ну сейчас народу мало вот ну пока я с ним трепался мы там осем о том осем дверь пролетали тут рядом думаю елки пал и он мне говорит он такой смотри смотри а я сижу я так не люблю я вообще вот как бы сам по себе одиночка а то тут вот и все и вот как мы тут общались пока лед как бы закончился тишина все стихло больше не летает вот он сказал что охотников маловато если бы так вот стреляли сейчас бы ее поднимали а пока разговаривали такие стаи здоровые ну они так на кислороде проходят там штук по 40 летает а с полей говорит летает с полей ну сейчас такой спросил у меня сезонку я беру вот ну как бы не стал я ему надо может и показать было ну ладно ну как бы свое вид что человек вроде как бы местный у меня все четко я сразу чтобы ни голова не болела взял и забыл чтобы с документами все в порядке да значит мало вот рассказал он мало было на открытии тут народу видать не так ее испугали но тут традиционно тут ее прилично этой утки ладно ребят сейчас вот подождем я говорю сейчас еще час и все это уже будет темно сейчас еще пока хоть что-то видно если сейчас еще полетит то это я увижу а вот ну куда упадет и вообще сейчас чуть позже так у нас там натикал 20 минут 9 до еще минут 20 все и можно будет закругляться я сегодняшней охоты очень доволен вторая охота сезона да 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 тут она вот синит плещется вон она села туда вон 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 за кустами села и тут сижу весь мутки со всех сторон спереди с нами вообще красота вот душу отвожу после открытия ну тоже надо было проверить то место на котором пять лет не было как там изменилось все вот-вот поднялась обалдеть сзади сели обалдеть вон туда сели ну хоть с воды бери ебумы а а а а со всех сторон нутка атаковал теперь мы приземлились туда осели начинается это кряканье вот неожиданно из-за головы выскакивает да вот это вот всегда такая это самый такой я считаю один из сложных выстрелов когда вот прям из-за головы неожиданно вылетает прям не успеваешь ну низко прошло хорошо что ж друзья закончилась наша с вами вечерка я в свете фар автомобиля как обычно уже затемно на берегу мной добыты сегодня три вот таких замечательных жирненьких утки вот ну как получилось друзья так и получилось в общем для меня это была такая даже больше разведка моего одного из моих любимых мест торфяных карьеров вот утка тут есть ее вполне достаточно ну сегодня будний день охотников не так много вот летать начала в районе 7 вечера первая такая волна и вторая волна уже да уже когда такой сумрак стоял мужики сейчас встретился на лодке тоже к берегу плывут трех взяли вроде но пока найти не могут вот ищут с фонариком там плавают я еще как бы после но эти две вообще это просто у меня классика это сколько раз я не выплывал вот так вот раз сходу сидят выплывают прям под ружье ну в общем надо было брать как говорится это в лед ну и как бы как обычно и мазал и пока с председателем там болтал пролетали две прям в зоне досягаемости на выстреле ну это охота друзья вот как я говорил я человек не жадный мне вообще трех вполне достаточно закоптим желаю вам побольше таких же душевных охот утрянок вечерок трофеев с полем как говорится и не пуха вам ну и следующее я поеду уже ближний к себе на дачу на карьеры там посмотрим и все у нас скоро с вами рябчик так что ждите следите буду снимать по мере возможности вам вас радовать новыми приключениями с охот большущей вам удачи не пуха вам не пера ну и пока увидимся а